Привет, ребят! Принесли вот такую немаленькую посылочку, давайте вскроем и посмотрим, что в ней внутри. И как мы видим, здесь вот такая немаленькая колоночка от фирмы TronSmart. И помимо её размеров, конечно же, прикольная подсветка, которая, я надеюсь, будет подмигивать под музыку, а не просто так от балды. Также здесь нам обещают защиту от воды IPX6, это уже очень неплохо, но не полная защита от воды, то есть погружать её под воду нельзя. Также большой аккумулятор, аж 18 часов, я думаю, это на минимальной громкости, на максималке будет часов 5-6, и удобная ручка, чтобы эту колонку взять с собой. Ну и также немаловажно, что можно подключить две такие колонки в стереопару. Теперь мне уже не терпится взглянуть на саму колонку. Помимо самой колонки есть два кабеля, один USB Type-C для зарядки, а второй Aux, а также инструкция с картинками, чтобы можно было интеллектуально просто разобраться в этой колонке. Ну и вот она сама колоночка, здесь мы видим один низкочастотный динамик, два среднечастотных динамика, а также один Twitter, то есть это система трёхполосная. Из-за того, что здесь два среднечастотных динамика, мне интересно, будет ли здесь стереозвук или только монозвучание. Также, что касается ручки для переноски, она очень похожа на кожу, но она намного легче по весу и мягче, то есть это что-то искусственное. Сверху вот такая простая резиновая накладка, под которой находятся кнопки, я так понимаю, что они будут светиться. А вот весь остальной корпус выполнен из матового пластика, который выглядит очень крепким. Очень интересное решение, то что задняя крышка не плотно прилегает, я так понимаю, что под ней находится либо фазик, либо пассивки. А вот в самом низу находится огромная резиновая заглушка, под которой есть буквально всё, что может пригодиться в пути. Так что теперь осталось только включить эту колонку, подключить её к моему телефону и уже послушать, как она будет звучать. И музыку, как всегда, я буду запускать со своего телеграм-канала по H.S. Вы тоже там меня можете легко найти и использовать эти треки со своими портативными колонками. И первое, что бросается в глаза, что подсветка действительно мигает под музыку, к тому же есть несколько режимов и они все по-разному мигают, это очень прикольно. Также хочется отметить, очень низкий глубокий бас, но громкость из-за этого невысокая. Соответственно, колонка играет не очень громко, но зато очень басовита. И сразу же я отметил то, что с этих динамиков действительно идёт стереозвучание. Конечно, его можно услышать, только если непосредственно прислонить голову прямо между динамиков, и тогда вы услышите объёмность. Конечно, на расстоянии вряд ли это будет заметно. Но всё же это лучше, когда два канала идут через два разных динамика, а не через один. Тогда звук всё равно более полноценный. Теперь давайте попытаемся снять защитную сеточку и посмотреть, как флексят эти динамики, после чего уже будем делать замер громкости. Как я и думал, под задней крышкой оказалась огромная пассивка. Она даже больше размером, чем сам басовый динамик. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Осталось теперь добраться до переднего басового динамика. И так как сетка не хочет нормально сниматься, я думаю, что стоит открутить все шурупы с задней стороны. И возможно, после разбора этой колонки мы сможем нормально убрать переднюю защитную сетку. И с внутренней стороны я тоже не вижу, как можно нормально снять защитную сетку. Зато мы посмотрим, что здесь находится. В общем, всё, что мне удалось увидеть, то что низкочастотный динамик 6-омный, 30-ти ваттный. Также здесь 6 банок аккумулятора обычных стоит. И достаточно большая плата усилителя. Также на самой пассивке имеется решётка для ограничения, чтобы её невозможно было выдавить пальцами, если вы будете на неё сильно давить. Теперь буду продолжать вандалить переднюю защитную сетку, чтобы её всё-таки снять. Оказалось, её снять не так уж и сложно. Надо было просто сильнее подзадеть снизу. И она снимается вместе с этим серым пластиком, который идёт по кругу сверху. А из-за того, что я пытался снять защитную сетку отдельно от серого пластика, у меня это не удавалось сделать. Ну и вот тут мы уже отлично видим все динамики. И низкочастотный динамик не очень большого размера. Продолжение следует... Низкочастотный динамик размером здесь почти в 10 сантиметров. А вот пассивка здесь почти 13 сантиметров. Что и объясняет небольшой флекс пассивки, но зато достаточно мощный бас. Теперь я отправляюсь на улицу тестировать эту колонку, наваливать на ней лютый бас, а также замерять громкость на расстоянии одного метра с помощью моего шумомера. И я бегаю на гатте! И колоночка Tronsmart на расстоянии одного метра набирает 94,2 дБ. Это очень неплохой результат. Но это, конечно, не очень громко, потому что многие колонки в таком размере набирают 100 дБ легко. И по громкости я ее решил сравнить с JBL Extreme 3, так как эта колоночка достаточно популярная и тоже не очень громкая. И JBL Extreme 3 набирает 91,6 дБ, тоже на расстоянии одного метра, что, естественно, тише. Субтитры сделал DimaTorzok Молодой сделал DimaTorzok Кошель baby, I'm MaTorzok No, big ass, big boy DimaTorzok DimaTorzok Koshel baby, I'm MaTorzok Hachum top, TikiDok Hachum fred, hachum fred, hachum top, TikiDok Не поднимаешь, чтобы словно Супермен Кэри Шатталбой ходит за тобой Чики-чики-док Субтитры делал DimaTorzok 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 А это значит, что ее надо срочно разобрать, все платы протереть спиртом, иначе она будет сломана безвозвратно. И несмотря на то, что они сделали двойной корпус, вода попала, конечно же, между корпусами, и это бы не повредило колонку, но также она протекла его внутрь, поэтому колонка начала зависать. И тут мы видим то, что намокла не только нижняя плата усилителя, но также и верхняя плата, на которой расположены кнопки. А вот заглушка вроде как справилась со своей задачей, потому что в разъемах я не вижу влаги внутри. И очищать эти платы от воды я буду вот таким спиртом из Ашана, все обильно им буду протирать. Ну вот, теперь нужно дождаться, пока все высохнет, после чего соберу колонку и посмотрю, будет ли она работать или нет. Но этот способ не гарантирует, что колонка теперь будет всегда нормально работать, даже если она сейчас включится. Так что лучше просто не допустить, чтобы ваши колонки утонули, иначе потом никто вам не будет гарантировать, что их можно будет починить. Ну вот, подождал полчаса, спирт обычно быстро выветривается, и сейчас буду ее собирать обратно. Как мы видим, колонка еще до конца не просохла, поэтому кнопки могут быть перепутанными, но когда все высохнет, должно более-менее нормально работать. Теперь в целом осталось подытожить насчет этой колонки, и из минусов я обнаружил плохую защиту от воды и отсутствие индикатора заряда аккумулятора. То есть неизвестно, насколько сильно она сейчас разряжена. А вот из плюсов это мощные басы, большая пассивка, которую можно тыкать пальцем, также у нее хороший флекс и красиво мигает подсветка. Ну и отдельно хочется отметить удобную ручку для переноски. Она действительно очень приятная, и колонку удобно носить с помощью этой ручки. Так что теперь ваше мнение, я жду под этим видео в комментариях. Также не забудьте поставить большие пальцы вверх, подписаться на мой канал, нажать колокольчик и еще написать кучу моих любимых рандомных комментариев. И мы с вами увидимся через пару дней в новом видео. Пока!